Здравствуйте дорогие мои друзья! Я совсем недавно рассказывал в одном из своих видеороликах о том, какие виды топлива бывают на заправках и что лучше нам заправлять в наш автомобиль. Допустим, высокооктановые бензины там 100, 98, 95. И многие мне в комментариях начали писать, что да я заправляю сейчас только 100, вот машина по-другому идет, или когда-то я заправил 100 и машина совсем по-другому пошла. Или допустим я заправил 98 и машина просто летит на этом бензине. Друзья мои, я вам скажу такой пример, я много времени проездил на бензиновых автомобилях и были моменты, когда я заправлялся исключительно только на одной заправке и даже, можно сказать так, на одной колонке. И я вам скажу, что день от дня двигатель моего автомобиля вел себя абсолютно по-разному. Один раз он становился очень резвый, другой раз пальцы цокотели, третий раз опять становился какой-то по-другому. В общем, после каждой заправки автомобиль по-разному себя вел. И при том, что я заправлялся на одной колонке одним и тем же бензином, по крайней мере, как было заявлено. И это была не какая-то там захолустная заправка где-то на периферии, а именно заправка такая серьезная была, именитого бренда. Не буду называть какого. Но тем не менее я сталкивался именно с этой проблемой. И вот получается так, что когда вы заправляете себе какой-то бензин другой, это не говорит о том, что там бензин гораздо лучше. Это говорит о том, что может быть партия бензина была лучше, которую туда завезли. Конечно же, есть исключения. Есть действительно хорошие, дорогие бензины, которые действительно поставляют именно там, допустим, импортные, или там может быть какой-то хорошей, правильной перегонки. Говорят, сейчас белорусский бензин сотый появился. Вполне возможно. Это нельзя исключать. Но нельзя исключать того, что вместо того же высокооктанового бензина будет залит какой-то обычный бензин. Допустим, там где будет написано 98, там залит обыкновенный 95. И именно там есть, конечно, и психологический фактор, когда вы заливаете на какой-то хорошей заправке, то вы уже подсознательно понимаете, что ваш автомобиль резвый становится, он ведет себя как-то иначе, вы прислушиваетесь к работе двигателя, а если вы заправляетесь на какой-то простой заправке, то на это уже не обращаете внимания. Вот есть это тоже. Есть и психологический фактор, а есть, конечно же, и разные партии бензина. Поэтому нельзя сказать, что вы заправили себе 98-й и у вас машина прямо полетела. Заправили 95-й второй раз на этой же заправке, на которой вы заправлялись, и машина уже совершенно по-другому пошла. Вот вам такие вот интересные факты. Надеюсь, вы со мной согласитесь, что действительно здесь работает и психологический фактор. И, конечно же, существует огромная вероятность того, что вместо того же 98-го бензина вам заливают обычный 95-й. И также вместо 100-го бензина вам заливают обычный 95-й. Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался интересным и полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok